Здравствуйте, уважаемые пятиклассники! Продолжаем изучать АБЖ. Сегодня у нас одиннадцатый видеоурок и, соответственно, одиннадцатый параграф учебника, вторая глава, параграф 6. Тема безопасное поведение в бытовых ситуациях. Изучим пять вопросов коротких. Первый, быт. Второй, безопасное обращение с электричеством. Третий, безопасное обращение с бытовым газом. Четвертый, меры безопасности при пользовании в доме водой. И пятый, безопасность и компьютер. Обратимся к материалу, к содержанию нашего занятия. Быт. Это повседневный уклад жизни человека. К нашим домам для создания необходимых бытовых условий подключены электричество, горячая и холодная вода, газ. В многоэтажных домах также работает лифт. В каждом доме и квартире имеются различные устройства и бытовые приборы, которые обеспечивают использование воды, электричества и газа. Каждый день мы умываемся, чистим зубы, принимаем душ, для чего используем краны и смесители, установленные в ванной или на кухне. С помощью кранов мы подбираем температуру воды и напор струи. Когда моем посуду или набираем воду в чайник, мы используем воду, подведенную в кухне. Когда же ходим в туалет, используем воду со сливного бачка, в котором установлен поплавковый затвор. Возможность разрешения старших, дети пользуются газовой плитой для приготовления простейшей пищи. Для использования бытового газа в квартире подведен газопровод и установлены газовая плита или газовая колонка. Постоянно мы пользуемся различными электрическими приборами. Это ютюг, светильник, телевизор, радиоаппаратура, смартфон, компьютер и так далее. Для этого существуют электропровода, а в определенных местах установлены электророзетки и выключатели комнатного освещения. Все это обычно и привычно. Однако в определенных условиях при использовании хорошо знакомого оборудования и приборов могут возникнуть опасные ситуации для нас, а также для наших близких и в целом для дома. Опасные ситуации возникают и могут возникнуть в определенных условиях. Они могут возникнуть по двум причинам. В одном случае мы сами можем создать опасную ситуацию, нарушив правила использования оборудования и бытовых приборов. В другом же случае независимо от нас может возникнуть опасная ситуация, резко возрастает электронапряжение в сети, протекает кран, перекрывающий воду в ванной и так далее. Для того, чтобы знать, как избежать возникновения опасной ситуации в быту, а если она возникла, уменьшить ее вредные последствия, рассмотрим основные бытовые ситуации, в которых необходимо соблюдать определенные правила. Итак, безопасное обращение с электричеством. Чтобы не произошло опасной ситуации, при обращении с электричеством необходимо соблюдать ряд общих правил безопасного обращения. Первое. Не пользоваться неисправными электроприборами и никогда не оставлять включенный электроприбор без присмотра. Второе. Не выключать и не включать в одну розетку несколько электроприборов. Третье. Соблюдать порядок включения электроприборов в сеть. Сначала подключаем шнур к прибору, а затем шнур к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. Сначала от сети, потом от прибора. Четвертое. Не прикасаться к включенному электроприбору мокрыми руками. Нельзя пользоваться электрическими устройствами, также находясь в воде. Пятое. Об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголенных и плохо изолированных проводах немедленно сообщать родителям или старшим. И нельзя ни в коем случае тушить водой горячее электрическое устройство, подключенное к электросети. Следующее. Безопасное обращение с бытовым газом. Газ используемый для бытовых целей может быть двух видов. Жиженный газ в баллонах и городская магистральная сеть газовая. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того, чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах. Чем опасна утечка газа? Она может привести к отравлению человека или взрыву помещения. Чтобы предотвратить и то, и другое, необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании бытовым газом. Они следующие. Первое. Чтобы зачистить газовую горелку, сначала поднести зажженную спичку, а затем плавно и осторожно включать газовый кран. Второе. Не оставлять включенные газовые горелки без присмотра. Третье. Следить за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки. Четвертое. Заметив потухшую горелку, нельзя пытаться ее зажечь вновь. Это может привести к взрыву, перекрыть кран подачи газа, распахнуть окно и как следует проветрить помещение, то есть кухню. Сообщить о случившемся взрослым. Пятое. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации участки газа и полного проветривания помещения. А теперь меры безопасности при пользовании в доме водой. Вода в дом поступает по трубам и распределяется в ванную, кухню, туалет, а также туда, где имеются специальные устройства, то есть краны, смесители и так далее. Когда этими устройствами пользуются соблюдением необходимых правил, опасных ситуаций не возникает. Давайте перечислим эти правила. Их четыре. Первое. Никогда не оставлять открытый кран с лющейся водой без присмотра. Второе. Никогда не оставлять кран открытым, если вода отключена. Воду могут включить в то время, когда никого не будет дома и она затопит помещение. Третье. Никогда не выбрасывать мусор в унитаз. Можно засорить канализацию, и канализационная вода со всем содержимым начнет поступать в дом. Четвертое. Не оставлять без внимания неисправные экраны просачивания воды в отопительной системе и водопроводе. Обо всем замеченном рассказать взрослым и показать место неисправности. Далее. Безопасность и компьютер. Конечно же компьютер очень полезная вещь. Иногда она крайне необходимая. Однако неправильное обращение с компьютером может нам нести вред здоровью. Длительное пребывание в одном и том же помещении очень вредно. Для туловища наступает утомление. У тех, кто долго работает за компьютером или играет в компьютерные игры, часто развивается близорукость. Очень вредно электромагнитное излучение, которое исходит от экрана. Правила работы с компьютером. Их несколько. По крайней мере семь. Давайте их перечислим. Первое. Непрерывная продолжительность работы школьника за компьютером не должна превышать 25 минут. Затем перерыв не менее 15 минут. Общая продолжительность работы за компьютером должна составлять 1 час в день, включая перерывы. Второе правило. Экран компьютера должен быть защищен оптическим фильтром. Третье. На монитор не должны падать прямые солнечные лучи. Электрический свет должен быть направлен сзади. Не работать в темном или полутемном помещении. В целом помещение должно быть освещено ровно, не ярко. Четвертое. Следит за тем, чтобы положение монитора соответствовало направлению взгляда середины экрана монитора, располагаясь на горизонтали, проведенной на уровне глаз, или на 10-20 см ниже. Пятое. Экран монитора должен быть установлен на таком уровне, при котором взгляд по горизонтали направлен на центр экрана, находящегося на расстоянии не менее 50-60 см от глаз. Шестое. Высота сидения кресла должна быть такой, чтобы руки, лежащие на клавиатуре, были расположены горизонтально. У кресла обязательно должны быть подлокотники и подголовник. Ноги должны упираться в специальную подставку или опору. Седьмое. После каждого продолжительного занятия на компьютере рекомендуется выполнять определенные физические упражнения. Задание на дом. Четыре проверочных вопроса, которые необходимо выучить наизусть. Первое. Какие правила помогают избегать опасности в бытовых условиях? Второе. Описать порядок включения электроприборов в сеть. Третье. Чем опасна утечка газа? Узнать у взрослых, как обнаружить утечку газа. Четвертое. Как вы думаете, представляет ли опасность компьютер? Спасибо за внимание. До свидания. На следующем занятии мы с вами изучим в видеоуроке 12 «Погодные явления и безопасность движения». До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»